Цель этого конкурса – посмотреть на воспитателей с точки зрения их мышления. И поэтому объявляется конкурс эссе. Эссе – это выражение своего мнения, своей позиции, своей точки зрения о своей профессии. Темы очень разнообразны. Они подходят и могут выбрать как воспитатели-стажисты, так и только начинающие. Поэтому тему определяет каждый сам. Заявки и работы мы принимаем в электронном виде. Это можно отправить и по электронной почте, принести нам на флеш-носители. Можно отправить на сайт «Мама Череповца рекомендует» в электронном виде, где и будут размещаться работы. До 19 сентября мы принимаем работы. Каждый череповчанин может принять участие в обсуждении данных работ. Ну а уже эксперты определят победителей. И мне бы хотелось, чтобы родители знали, чтобы они видели, чтобы они понимали, что в нашем городе очень много талантливых педагогов, очень много людей увлеченных, даже иногда фонетичных и преданных своей профессии. Чтобы они понимали, что мы не просто отвели ребенка и оставили где-то, а то, что его там окружают вниманием, заботой, лаской. То, что с ним готовы заниматься не просто так, а с помощью каких-то передовых технологий. Потому что наши педагоги все время развиваются. Потому что они очень интересные и даже гениальные люди. Для того, чтобы быть на самом деле профессионалом, необходимо получать колоссальное удовлетворение от взаимодействия с родителями, с коллегами, ну и, конечно же, с детьми. На мой взгляд, очень важно быть нужным в данной профессии и отдаваться своему делу до конца. И помнить самое главное, что все в жизни возвращается. Творчество закладывается в дошкольном возрасте. И кто как не творческий педагог, который владеет современными инновационными технологиями, способен развить разностороннюю личность в ребенке. Почему мы поддержали педагогов? Потому что, в общем-то, хочется, чтобы наши горожане, не только педагогическое сообщество, а все жители города Череповца побольше узнали о профессии воспитателя. Потому что мы считаем, что воспитатель – это не только профессия, это прежде всего образ жизни. Если функция учителя в основном состоит научить ребенка чему-то определенному, то воспитатель, он должен заменить маму, стать второй мамой и должен уметь абсолютно все – приголубить, приласкать, научить. Продолжение следует...